Радио Болтком. Как встретились, так и поговорили. Я хочу, используя эфир, радио, которое я слушаю всегда здесь, в Латвии. Интересные люди, случайные встречи, неожиданные интервью. Знаете, что самое страшное? Самое страшное – это начать бояться. Для хорошей беседы не нужен повод, и время не имеет значения. Но место встречи изменить нельзя. Спасибо, ребят, очень круто. Наконец-то выскажу что-то. Только на Радио Болтком. В любое время дня и ночи. Программа «Встретились, поговорили». Добрый день всем, кто нас слушает. В эфире Радио Болтком. Проект «Культурная линия». И на прямой линии с нашей студией сегодня российская актриса Ольга Озолапеня. Здравствуйте, Ольга. Здравствуйте. Видно, слышно нас, всё хорошо. Ольга, бывшая рижанка с латышскими корнями, училась в 10-й школе. В той школе, которую закончили Михаил Задорнов и актёр Владимир Качан, занималась в нашей известной легендарной студии «Театральный реверанс». И буквально недавно получила премию «Золотой орёл» за главную роль в фильме «Блокадный дневник». Фильм награждён был несколькими кинопремиями. И мы использовали вот эти июньские дни как 80-летие начала войны, чтобы поговорить об этом фильме, о теме войны. И также о кино, о театре, о том, как молодые актёры делают карьеру. Эфир мы проводим совместно с нашими коллегами-журналистами из медиаклуба «Формат А3». Мы получили вопросы для вас, Ольга. И постараемся в течение предстоящего часа по ним пройти. На церемонии награждения Гран-при на Московском международном фестивале режиссёр фильма «Блокадный дневник» взял статуэтку «Золотого Георгия» и передал её вам. И сказал, что без вас этот фильм не состоялся бы, он был бы невозможен, и вы создали образ, который можно отнести к разряду выдающихся актёрских работ. Вы стояли на сцене и плакали, расплакались. Показали зал, камера прошла по залу, и плакала половина зала. И в том числе ваш учитель Никита Михалков. И вопрос от газеты «Латвийские вести» вам такой. Когда вы получали такие престижные награды, что испытывали, кроме волнения? Ну вот московские международные кинофестивали «Золотой рюл» – это совершенно разные эмоции. Потому что на московском международном кинофестивале там же все эти статуэтки стоят на сцене. И когда уже она осталась последняя, я смотрела… Так как я отношусь к этому фильму, который нельзя оценивать, ну вот так я отношусь. Я смотрю, мы просто не вместе сидели, я смотрела в зале на Андрея, которому там 40 с лишним лет, у которого тоже интересный, сложный путь. И я не о себе думала, не о кино думала, а думала о нём. Ну то есть для меня это было важно, чтобы он вышел и её получил. И когда мы вышли, я думала только об Андрея. Я смотрела на его лысину, и как бы… То есть мои слёзы были не связаны ни с тем, кроме какая-то вот с Андреем. По поводу «Золотого орла» там были совершенно другие эмоции, потому что мне было важно сказать, что я сказала. А сказать что-то искренне – это довольно-таки сложно, потому что, ну, вы представляете себе, сидит в зал таких артистов, режиссёры, продюсеры. Все довольно-таки уже такие покрывшиеся, я никого не осуждаю, я просто в рассуждении покрывшиеся такой коркой цинизма. И тут вдруг должен выйти и что-то такое сказать. И, конечно, это всё очень сложно говорить, когда сидит в зал. И было такое волнение, но я сказала, что хотела сказать. Ольга, а что было самым, скажем, таким сложным и трудным для вас, когда вы готовились к роли, когда снимались в фильме? Это вопрос от журналиста Людмилы Анисимовой. Что было самое сложное, когда я готовилась? Всё, честно, всё. Потому что я где-то говорила, что когда ты садишься, значит, рано утром за рабочий стол, у тебя материалы, у тебя архивы, у тебя возможность посмотреть какое-то видео. И я начала с книги, с блокадной книги Олеся Адамовича и Данила Гранина. Это было примерно так. Так, я пять минут читала, и тридцать минут я отходила. Ну, потому что я просто могла стоять у окна, у стены. Потому что переварить это, ну, в моей психике было сложно. Я не могла сесть, взять книжку и, значит, до конца. Было читать очень сложно. Ну, просто понимать, что у людей было. Как-то ты думаешь, боже мой, а как я прожила? А как я вообще сейчас к этой жизни отношусь? Про свой эгоизм, про вообще всё на свете. И, боже, господи, господи, господи. Это было очень сложно, вот, просто погружаться. Ну, в этот ужас, э, не в ужас, в ад. Вот, то есть ты погружаешься в ад. Вот. А вот от газеты «Сегодня» вопрос. Как лично вы готовились к съёмкам? К съёмкам? Что смотрели? Что читали? Вот вы сказали, что вы читали Даниила Гранина и Адамовича. Были ли на Пискарёвском кладбище? Встречались ли, может быть, с блокадниками? Были ли какие-то беседы? Нет, с блокадниками я не встречалась. Я у каждого блокадника своя блокада. Есть материалы, есть архивы, есть интернет, где ты можешь читать, заниматься самостоятельной работой. Я помню, что, вообще-то, в тот период очень сложно возвращаться, потому что он такой был, такое, как бы насилие над собой, да, то есть ты, как бы, осознанно погружаешься в ужас. Я помню, что у меня вся стена в комнате была на вот таких вот штучках, завешена материалами, то есть практически... А у меня была большая такая была комната, вот, всё было в блокаде, и, то есть там каждый выписан, очень важны фразы какие-то выписаны, стрелочки, то есть это такая математика была. Исторически надо было всё конкретно пройтись, там свои какие-то крупные пробелы их залить. Я читала, смотрела, читала, смотрела. На Пискарёвском клабище, клабище, по-моему, я не была. Нет, нет, нет. У меня было очень мало времени для подготовки, потому что меня утвердили ровно за месяц до съёмок. И поэтому у меня были конкретно 30 дней для самостоятельной подготовки. Да, может быть, я потом уже, когда были съёмки, мы туда поехали. Я уже плохо. Ольга, ну вот вы как раз во время вручения вам премии «Золотой орёл» рассказывали о том, что фильм предшествовала уникальная история знакомства, вот, не знакомства с режиссёром Андреем Зайцевым, а тому, как он вас пригласил на эту роль. И, в частности, ещё рассказали о том, с какими физическими непосредственно сложностями вы столкнулись во время съёмок. Вот если можно, чуть-чуть вкратце расскажите, пожалуйста. Итак, если, знаете, как у Диккенса, если рассказывать вкратце, то что тогда рассказывать? Вкратце, Андрей считал, мы с ним познакомились на картине «14+. Я сыграла маму главного героя. И с тех самых пор Андрей считал, что я комедийная актриса, у меня комедийное дарование. Когда я ему объясняла, что самый талантливый клоун – это грустный клоун. То есть, ну, и что у меня диапазон широкий. Андрей пригласил меня на пробу блокадного дневника первый раз. Конечно, ему всё это не понравилось, потому что убеждённость его была сильной. Потом второй раз он сказал, нет, 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 Оль, прям совсем не то, не то, не то. И потом, ну, прошёл, я там вот училась у Никиты Сергеевича в академии, прошёл год, я набралась наглости и смелости и написала ему смс, давай встретимся, поговорим. Он, конечно, не знал, о чём. И мы встретились, и сказал, это моя роль. Он говорит, до свидания, утверждена другая артистка. Я ему, говорила в основном я, ну, какие-то, может быть, важные вещи просто сказала. И потом у них с героиней, которую утвердили, с актрисой, случились какие-то накладки по расписанию. Видимо, она не могла как бы целиком и полностью себя посвятить, надо было соведенять её с театром. И, Толь, давай ещё раз приедь, попробуй, но это финал, последний раз. Я приехала, попробовалась, и он сказал, что удивительно, но это всё то. Вот, и меня утвердили. Что ещё сказать? А, по поводу, ну, грима и костюма, значит. Когда идёшь на такие вещи, ты не очень понимаешь, когда тебя взрослый человек, тебе молодой, простите, пожалуйста, маленькой девочке, я бы сказала, говорит, что у тебя случится аллергия в любом случае, вот этот вот классический грим, и что в середине проекта просто давай сейчас остановимся, и мы уберём этот пластический грим, что-то другое придумаем. Я говорю, нет-нет-нет, давай, потому что у Андрея действительно были вопросы к моему лицу, вот он хотел прям, что-то там хотел. Вот. У меня случилась аллергия в середине проекта, это пережить было сложно. Можно, но сложно. И по поводу снега, который настоящий тай, искусственный, нужно сохранить, потому что если ты сядешь, он осыпется, если ты куда-то прислонишь, он осыпется. Смена идёт 12 часов. То есть зубы мне все закрашивали такой специальной краской, чтобы они были, но затемнённые. Вот. Их нельзя было... То есть я не могла там ни пить, ни есть, у меня такая трубочка была длинная. Я помню, у меня ассистентка по актёрам вовнутрь просто запихивала кусочек бутерброда. Физически. Просто вот у меня, вот когда меня спрашивают про период съёмок, я вспоминаю, что физически это было, ну, такой подвиг. Вот. Вот у нас ещё есть вопрос из Петербурга. Анатолий Аграфенин – журналист, бывший рижанин, и он автор нескольких книг о блокаде и автор сценария документального фильма, который вышел вот буквально недавно. «Трамвай идёт на фронт». Это весной вышел. Вопрос длинный, но мы его зачитаем. Сложилась такая традиция видеть блокаду в чёрно-белом цвете. А на самом деле и в эти отчаянные дни люди находили поводы для радости. Например, случайно найденная заначка, конфетка, печенюшка. Один исследователь заметил, что блокада была цветной. Это видно даже по карточкам. Каждый месяц менялись нормы, чтобы не путать. И карточки выпускали разных цветов. В блокаду печатали книги. Две тысячи наименований вышло за 872 дня. Миллионные тиражи. У блокады были и свои запахи. Писатель Всеволод Вишневский вёл блокадный дневник, и осаждённый Ленинград сравнивал с Парижем. Если бы запах фиалок, и сходство было бы абсолютным. А Александр Верт – это британский журналист, один из немногих, кто прорвался в осаждённый Ленинград, он просто обалдел, что и недостаток продуктов, и всё ужасно, но в магазинах продают чудесные духи ленинградской парфюмерной фабрики. У блокады были свои звуки. И взрывы бомб, и снарядов, но ещё была симфония Шостакович. Работал театр музыкальной комедии. Вот такая палитра. А вы как воспринимаете блокаду и это время? Какие краски, звуки, запахи ассоциативно? Давайте так. Гробовая тишина. Прям тихо-тихо. Ужасно холодно. И всё как в аквариуме. Потому что если мы говорим о кино, то это одна из самых страшных зим. Страшных, страшные, а холодные. То есть я скажу такое своё ощущение. Вот когда ты, там же выбитые, там выбитые, естественно, стёкла, да, в квартирах. Чтобы захоронить тепло, нужно перебраться в самую маленькую комнатку, поставить буржуйку, заткнуть чем угодно, значит, это окно. Темно, и в это время у тебя кто-то умирает из близких в этой же комнате. Мама, папа, сын, муж. Сил у тебя отвезти труп в морг? Нет. И ты лежишь неделю-две, да, рядом с трупом. Что я ещё могу сказать? Про какие запахи, про какие звуки? То есть это страшно. Ну, просто страшно. А потом ты как-то собираешься и, да, и там преодолеваешь всё. Ну, потому что нужны силы. Сил никаких нет. Идти. Ну, просто ты лежишь там и лежишь, и лежишь. Что? Вот как они поднимались? Как вы правильно сказали, у каждого блокадника своя блокада. А вот, Ольга, вы как представитель молодого поколения, вы рассказали, как вы готовились к картине, как погружались в материал. А вот в личностном, просто человеческом плане, как вас изменила и изменила ли работа в этой картине? Ну, я правда стала спокойнее. Наверное, это самое главное. Просто спокойнее, смиреннее. Такие важные очень для меня вещи. Тяжело мне было после. Это правда. Потому что я была истощена эмоционально, истощена физически. И вот, знаете, вот ты же актёр, да, ты как бы на заводе, ну, грубо говоря, на заводе работаешь. Ты должен дальше продолжать ездить на пробы, улыбаться. Как-то разные предложения тебе. А ты ничего не хочешь. Вот я после съёмок не хотела ничего год. Я просто, как бы, ну, я жила, естественно, да, но мне ничего не хотели. Это не очень приятное такое время. А потом уже как-то, знаете, у нас так психика устроена, потом всё замывается, забывается. Вот. И мне понадобилось очень много времени. А что, на ваш взгляд, помогло этим людям выжить? Вот что помогло пережить эту блокаду людям? Вот. На ваш взгляд. Вера. Вера. Вера, что всё закончится. Ничего, кроме веры. Вот я сейчас. Ничего. Да. Ольга, мы знаем, что сейчас наш эфир слушают, и ребята из студии «Реверанс», и ученики, и преподаватели 10-й школы. Вот такой вопрос. Наверное, вы иногда задумывались, как сложилась бы ваша судьба, если бы вы не решились уехать в Москву? И не жалеете, что вот вы уехали из Риги? Нет, не жалею. Я счастлива. Я нахожусь в том месте, где я... Ну, я счастлива здесь. В Риге, я думаю, я бы не реализовалась. Мне нужно шаровку, мне нужно много. Рига – это маленький городок. Да, да. Ольга, как удалось поступить в ГИТИС? Мы знаем, что сначала вы учились в филиале ГИТИСа в Риге. Это был курс Романа Григорьевича Виктюка. Первая такая проба пера открыть в Риге филиал. Вы попали на этот первый курс. Оттуда, кстати, вышло несколько российских артистов. Как вам удалось поступить потом всё-таки в ГИТИС в Москве на курс замечательного режиссёра Сергея Женовача? Кто вам помогал? Знаете, я вам скажу такую вещь. Поступить – это несложно. Это такой, как сказать... Там всё настолько зависит от настроения комиссии, от твоего настроения, от близости. Ну, честно, это несложно. Когда говорят, что поступить сложно, не знаю. Сложно дальше, вот когда ты начинаешь учиться, а потом самая сложность, когда ты заканчиваешь этот институт, и что дальше? Вот здесь большая сложность не опустить руки и идти дальше, потому что поступление, учёба – это только такое начало, ты в таком как бы гнезде находишься, а дальше вот самое сложное – это дальше. Ольга, а вы учились... У вас была интересная такая история. Вы учились по квоте от Министерства образования и науки России. По этим квотам у нас уже больше 15 лет уезжают каждый год. Молодые люди из Латвии поступают в институт и учатся на бюджетных местах. Расскажите, пожалуйста, что это за квота, как вам удалось и как вам удалось её получить? Мы знаем, что вы были среди первых, кто её удостоился получить. Ну, она мне вообще досталась, честно говоря, с трудом, потому что я поехала... Я не знала ничего, Наташа, про эти квоты, честно. Поехала и поехала. Значит, моей маме плата тогда в ГИТИСе стоила 7 тысяч долларов в год. По тем временам это про... И мне кажется, и по сегодняшнему, и по тем... Это про... Ну, и какие-то поднебесные деньги. Мама заложила... Моя мама, уночка. Заложила квартиру, чтобы я отучилась в первый год. А потом она сказала, Оль, а дальше сама. А дальше сама как? Так, и какая-то, наверное, поступила информация. Я дала документы в посольство. Я уже переходила на второй курс. Встретилась с помощницей посла. Её сказали, Оля, это невозможно. Это изначально нужно было поступать с квотой. А как тебе с первого... Ну, со второго курса переводить на квоту, мы не знаем. И, значит, я такая расстроилась, расстроилась, расстроилась. Говорит, слушай, давай назначим тебе встречу с послом. Тогда посол был Виктор Калюжин. А чтобы вы понимали, я тогда разговаривать вообще не умела. И, значит, мы встретились, я приехала. Он вообще в основном разговаривал со своей помощницей. И на меня ни кабельки не смотрел, ни разу не посмотрел. И я помню, значит, я говорю, очень волнуюсь, я краснею. И он, значит, боком как бы смотрит на меня. Потом поворачивается и говорит, хорошо, окей. Но если у нас не получится, что ты будешь делать? Я говорю, я устроюсь уборщицей на Мосфильм. И он как-то, может быть, только благодаря этому, что... Ну, видно, что человек себе устремлён, несмотря ни на что, как бы добьётся. Говорит, хорошо, мы всё сделаем, всё получится, не переживай. И так я со второго курса, да, получила вот эту вот квоту. Огромное спасибо. Просто я не могу. Спасибо большое. То есть это получается, что по этой квоте бесплатное обучение предоставляется? То есть квота покрывает плату за обучение. И стипендия, по-моему, да? То есть она даёт право? Нет, нет. Стипендия обычная была? Сколько она там, тысяча рублей? Ну, она была. Да. Но стипендия была. И этот, как я понимаю, даёт право учиться иностранным соотечественникам на тех же правах, что и граждане России. Ну да, 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 конечно. Да, я бесплатно всё, отлично, да. А вот вопрос из 10-й школы. Юлия Александрова, карьерный педагог. У нас есть такая должность. Значит, во-первых, учителя школы передают вам большой привет, поздравляют с наградой. Очень гордимся выпускницей нашей школы. И все сразу вспомнили Олю. И вспомнили, что были очень удивлены выбору её карьеры. Потому что в школе она была скромной девочкой, на школьной сцене не выступала, музыкальные студии в школе не посещала. Да. Мы знаем, что вы занимались в театре «Реверанс». И как карьерного педагога меня интересует, в какой момент вы поняли, что хотите стать актрисой, и что стало решающим моментом в выборе профессии? И собирались ли вы изначально оставаться в России? Мне было года 4, когда я маме заявила, что я буду артисткой. По поводу школы, там не было, по-моему, театрального кружка, был хор. Но у меня отсутствует музыкальный слух. И, значит, мне сказали, что если я буду ходить в хор, как бы массу создавать, массу, и буду просто открывать рот, то есть как пансонограмму, то я закончу школу без экзаменов. Мне автоматом поставят 5 или 10, какая там десятилетия система. И я все 6 лет ходила в хор, спокойно открывала рот, а потом в итоге мне пришлось сдавать экзамены. То есть в хор я посещала. Ну, я как-то не знаю, я как-то... Вот какие-то такие проявления актёрские. Не знаю, я даже в 15 лет попала в «Реверанс». Мне, наверное, там было достаточно. Я как бы там как-то, может быть, и проявлялась. А чего проявлять-то везде? В школе скромно. Оставили вы изначально себе вот этот план или мечту оставаться в России? Конечно. Ну да, я, естественно, когда заканчивала институт, то я планировала только с Россией свою жизнь. Вот интересно, что очень многие выпускники театра-студии «Реверанс», которые у нас сейчас базируются в Доме Москвы, в Риге, они стали достаточно успешными артистами в России. Это и Евгения Крэкжды, и Яна Сексты, и Дана Абызова, Агата Муцинец, и Александр Ляпин. Вот, Ольга, вы общаетесь с коллегами, бывшими рижанами? Вот прям, чтобы мы общались – нет. Но если мы видим друг друга, мы друг другу рады. А прям, чтобы общались – нет. Ну, вот, социальные сети подписаны друг на друга. А вот что, прежде всего, движет вот этими зарубежными русскоязычными артистами, переезжающими в Россию, вот на ваш взгляд? Слушайте, ну, как бы, здесь просто есть, здесь широта, да? То есть, если бы в Риге была возможность учиться на родном языке, там, не знаю, там, другой вопрос. Здесь широта, здесь выбор. Хочешь это – иди туда, хочешь это – иди туда. То есть, есть всё. Главное – работа, трудиться. Оля, вы учились у замечательных мастеров. Ваши учителя – Виктюк, Женовач, Никита Михалков. Они очень непохожие режиссёры. Что вам дал каждый из этих наставников? Чему научил? Это вопрос журналиста Елены Смеховой. Роман Виктюк «Энергия», «Работа с энергией». Сергей Васильевич Женовач «Фундамент», «Чувство вкуса», «Чувство правды». Михалков наполнил всё это, что я к нему уже пришла, наполнил меня любовью. Потому что всё это не может задышать без отсутствия любви. Великой любви. Я не говорю про любовь, да, а любовью, воздухом. Да, поэтому это вообще мне дико повезло. Это какие-то три реки. Как у меня это получилось? Я счастлива, честно просто. Три моих мастера. Ольга, а как вы относитесь к тому, что некоторые ваши коллеги в последнее время несколько ополчились на Никиту Сергеевича из-за его политической позиции? Слушайте, ну, каждый высказывается. Какое-то имеет мнение по тому или иному вопросу. Главное, чтобы это не переходило в какую-то грубость, грубую форму. Ну, правда, меня могут любить, а могут также и не любить. И это нормально. Для вас Михалков – это прежде всего художник, да? Конечно, конечно, да. Спасибо. Оля, а недавно вы опубликовали в социальных сетях, написали, вот моя новая актёрская видеовизитка, и вы там берёте и гнёте гвозди. И в каком-то интервью вы сказали, что это научил вас ваш друг, и он настоящий русский богатырь, носитель русского культурного кода. Вот что это за история? И как вы определяете, что такое русский культурный код? Русский культурный код. Русский культурный код. Это очень глубокие вещи. Это доброта, это милосердие. Это широта души, широта. Вот очень я влюбляюсь в людей, просто схожу с ума, когда я чувствую не узость души, а широту. Это всё такие вещи, это духовность. Я не знаю, это то, что пока на сегодняшний день, я не могу это, знаете, как-то ограничить и подчеркнуть. Вот русский человек — это тот-то, тот-то и тот. Русский человек, он многообразен, многофункционален. Это такая целая планета. Это что-то про что-то широкое. А как вам удалось научиться гнуть гвозди? Это настоящие гвозди? А это тайно. А это тайно. Там просто, ну, там как бы... Ну, это не фокус, у меня действительно сильные руки, это правда. И от бабушки остались. Видите, каким... Вот. И там просто определённый, ну, фокус, грубо говоря, фокус. Оля, а вот в Академии, когда вы учились, Никита Сергеевич учил вас, ваших однокурсников, уделял ли он внимание вашему человеческому воспитанию? Вот. И пониманию того же культурного кода. Насколько это важно вообще сейчас в актёрской профессии? Человеческое воспитание? Ну, вот смотрите. Человеческое воспитание, человеческое воспитание, меня воспитывает жизнь, да? Она... Я слежу за гигиеной, за своей внутренней гигиеной. Ну, я также... Я человек. У меня есть чёрное, белое, серое. Я могу совершить какой-то, может быть, недостойный поступок, но я делаю выводы и стараюсь жить дальше. Ну, для меня это очень важно, чтобы у меня внутри ничего... Жизнь. Меня воспитывает жизнь. Это самый великий учитель. По поводу Никиты Сергеевича, он посвятил нам столько времени. У него какая-то есть, не знаю, кнопка, которая всегда включена. Он как-то... Любовь, любовь, любовь. Всё через любовь. Через великое вот это вот какое-то чувство. Через добро. У нас разные случались коллапсы. Мы выпускали спектакли. Выпускать спектакль довольно-таки сложно. Когда там неслажена команда, когда тормозят с декорациями. Насколько он достойно себя вёл, он никогда не повышал на кого голос, он никогда не проявлял... Такое можно проявить... Весокомерие, обиду. Он, ну, короче, он замечательный человек. В работе, в жизни, да. Достойный. Ольга, вчера под анонсом нашей встречи в Фейсбуке один из пользователей задался вопросом, как вам живётся в России с фамилией Озеллапеня. И следующий вопрос. Вот Ольга Озеллапеня. Ольга Озеллапеня, вы ощущаете себя русским человеком? Да, я себя ощущаю русским человеком. С фамилией мне живётся довольно-таки легко, потому что от тебя же вызывают на пробы, да? Никто не знает. Ну, как бы, ты стоишь просто в списке в очереди, твое имя, фамилия. Вот, а потом уже, когда заключают контракт с тобой, тогда уже идут Озелл, Озеллапапэ, что-то там такое. Но на самом деле моя фамилия никак не влияет на мою работу. Вообще никак. Живётся прекрасно. Переводится она, вы знаете, любого листовичка. А в некотором написании, в некоторых изданиях Озеллапина на русский манер. Ну да, бывает, бывает по-разному. Но я, знаете, вот никак не рефлексирую по этому поводу. Как-то не знаю. Ну для актрисы это даже наоборот хорошо. Запоминаемое и узнаваемое. И ни с кем не перепутают. Да, да, это так, это правда, да. Оля, вы в одном из недавних интервью сказали, что хотели бы получить второе образование, историческое. И как раз вот сейчас в России приняли законопроект, что второе гуманитарное можно также будет получать на бюджетной основе. И вот такой вопрос. А в какие моменты российской истории было бы интересно погрузиться как актрисе и как историку? Ну об этом, наверное, было тогда задуматься. Я как-то об этом не думала. Я просто... У меня мама историк. Потрясающий. То есть если у меня какие-то пробелы, у меня отсутствует знание, информация, ну она всё подробно расскажет, я по-хорошему ей завидую. Потому что если бы я обладала такими знаниями, я бы, наверное, была намного спокойнее. Правда. Какие-то... Это очень важно. И мне это интересно. Потому что когда ты знаешь историю, ну как... Ну и когда у тебя есть знания, ты знаешь, как реагировать, жить. То есть для меня это прям очень важно и интересно. Какое бы время я хотела. Ну как любое. А мама... Вы с мамой делились какими-то своими историческими открытиями, связанными с военным временем, вот во время работы над фильмом? Нет. Я этот путь проходила сама. Я думаю, что я задаю ей вопросы, там, связанные с сегодняшним днём, там, с какими-то, там, про советское время я у меня очень много спрашиваю. А когда я готовилась к плакате, я была в абсолютном одиночестве специально. Я специально делала, да. Ольга, вы сказали, что в одном из интервью, что во время работы над блокадным дневником вы достаточно мало знали о блокаде. А вот скажите, на ваш взгляд, молодой актрисы, надо ли вообще возвращаться сегодня в кино, в театре к теме войны? Надо ли напоминать об этих тяжёлых временах? Или всё-таки имеет смысл, как многие сегодня говорят, переворачивать эту страницу, чтобы идти дальше? Вот как вы считаете? Ну, у меня знания были поверхностные, поэтому я просто уточню эту фразу. Знания были поверхностные, и когда я начала работать с материалом, у меня просто вот жизнь не из до, а жизнь не из после. Историю своей страны знать нужно обязательно. Без этого никуда, никак. А вот как? Я не понимаю, как жить, как существовать, если думать только о сегодняшнем дне. Прекрасно, замечательно. Но имею в виду, что за спиной. За твоей молодой спиной. Спасибо. Вот вопрос и из Литвы, из Вильнюса, журналист Альгис Каланта. Что, по вашему мнению, сейчас происходит с российским кинематографом? В какую сторону он движется? Он движется, он развивается, он технически развивается. Всё хорошо, а будет ещё лучше. Ольга, а вот такой вопрос. Как ваша мама отнеслась к вашей работе в этом фильме? Видела ли она его? И какие у неё впечатления? И как мама, и как историк? Да. Она не видела. Она приедет на премьеру в сентябре. Мама видела только трейлер. Но она знает. Она просто была... Я когда закончила съёмки, она примерно приехала в Россию. Через два месяца она видела, в каком я была состоянии. И, конечно, у неё был шок. Я просто ей всё это рассказывала. Вот там спрашивала, делилась ли я. После, конечно, я показывала ей какие-то фотографии. Но, конечно, она говорит, мне будет тяжело смотреть. Я посмотрю, но мне будет очень-очень тяжело. В 2019 году вышел фильм «Праздник» режиссёра Алексея Красовского. Было очень много дискуссий вокруг этого фильма, потому что он снят как комедия о блокадном Ленинграде. А вот вы и ваши коллеги по съёмочной группе как отнеслись к появлению такой картины? У вас где-то приблизительно в это же время вы работали над своим фильмом. Я никак не отнеслась, потому что я не смотрела кино. Я помню, что что-то там происходило, и никакого обсуждения с коллегами у меня не было. Я правда не видела. Я не знаю. Не задумывалась. Это фильм всё, да? Он вышел, но, кажется, всё-таки, слава богу, не поступил в широкий прокат. Вопрос у нас от Натальи Лебедевой из газеты «Сегодня». В вашей семье родители рассказывали вам о войне, о старшем поколении вашей семьи, о бабушках, дедушках? И вообще какие ценности, сегодня это очень модное слово, вкладывали родители прежде всего в вашу душу? Как воспитывали вас, в каком духе? Ну, смотрите, я родилась во время перестройки, были сложные годы. Я не могу сказать, что мама как-то вот в меня вкладывала, что это я сейчас своему ребёнку объясняю, до него достучаться. Тогда нет, тогда ты всё это видишь, нелёгкость, так скажем, жизни бытовой, своими маленькими глазами. Я просто видела, как мама живёт, как мама справляется, как мама поступает с людьми, как она к ним относится, насколько у неё такое всепрощение было. То есть, когда нужно как бы закрыться, обидеться или там сделать какие-то выводы, она очень добрый человек. Ну, у неё вот про широту уши. Я думаю, что это мои самые главные воспитатели. А дальше, когда я уехала сюда, я уже сама. Мама в меня своим примером заложила самое главное, но не словами, не объяснениями какими-то, просто своим примером, как она относится к людям. А вы сказали, что вы задаёте маме вопросы по советскому периоду историческому, да? То есть, чем продиктован вот этот интерес ваш к советской истории? Мне вообще этот период просто очень интересен. Ну, вот, например, я сейчас снимаюсь у Юрия Павловича Мороза, и там как раз период с 70-й год, 86-й. Мне надо было бы спросить, там, вот это, вот это, вот это спросить. А так как у неё очень глубокие знания, они поверхностные, она мне просто всё это объясняет. Я люблю советское кино, тоже благодаря маме. Мне всё это как-то, ну, ну, вот, бывает по работе, да, она меня прям знакомит с историей. А какие фильмы, вот, вы можете сказать, советские? Это уже часть вашего культурного кода, упомянутого уже нами. Ну, да. Каждый вечер в 11. Июльский дождь или дождь в июле, я не знаю, как там. Ой, про любовь. Любовь или про любовь? 62-го года фильм. Нет, ещё раз про любовь, а это просто любовь. Все фильмы с Дорониной. Это, я не знаю, я вот как смотрю, у меня получаю какое-то бешевое удовольствие, тогда же всё это сложно было самовыражаться, да. Я смотрю, и как ей удалось, вот, просто, такой бозный. Ну, люблю, ну, вот, всё советское, наверное, кино такое шикарное. Люблю. Правда. А когда вы учились в Академии Никиты Михалкова, были какие-то обязательные советские фильмы к просмотру? Нет, нет. Самое главное было условие, это трудиться день неношно. 24 на 7. Трудиться, трудиться, трудиться. А ваш любимый фильм Михалкова какой? Родня. Ольга, у вас есть сын. Вы уже упомянули. Вот каким вы хотите его воспитать? Что ему дать? Я хочу, чтобы он был порядочным. Ну, какие-то самые главные вещи порядочным человеком. Несмотря ни на что. А если говорить о кино для детей, то какие фильмы вы будете, ну, как вот, рекомендовать к обязательному просмотру вашему сыну? Детские. Ну, это уже такое другое поколение. Я пыталась подсадить его на эту игру советского кино. А советских мультиков очень сложно. Честно, очень сложно. Это нужно прям убрать совсем из-за выхода, из его поля зрения. Мультфильмы, которые есть сейчас. Но я очень как бы за этим смежу. То есть у нас нет телефонов, планшетов, а мультфильмы раз, два раза в неделю. Ну, я прям за этим слежу. Так потихонечку, потихонечку, может быть, что-то и покажу. Но он как-то тяжело. Говорит, мама, а какой будет мультфильм? Современный или советский? Ну, это тяжело. Это трое-другие. А насильно его прям сажать, сиди, смотри. Я так, ну, не могу, честно. Оля, вы сказали, что вы сейчас снимаетесь у Юрия Мороза. А что это за проект? Расскажите, пожалуйста, подробнее. Резкая драма. Там очень много персонажей. Одноклассники. Как у них сложилась судьба, когда вот вышел такой закон, что вы не можете уехать туда, куда вы хотите, в большие города учиться после школы. Вы остаетесь и пашете, грубо говоря, на колхоз. Такое было время непростое. Кто-то остался, кто-то сбежал. Там история любви есть, взаимоотношения. То есть там очень много всяких перипетий. А вы играете героиню? Какую? Я играю героиню, которая не стала фотографом. Кто еще из российских актеров там занят? Так, Ирина Пегова, Виктория Исакова, Марат Башаров, Леша Филимонов. Ну, прекрасный, прекрасный состав. Ольга, а вот интересно, после этого звездного для вас 2020 года и 2021, когда вы уже получили «Золотого орла», ваш актерский статус, скажем, чувствуете ли вы, что он изменился, что изменился ваш статус в обществе, как актрисы? Наташа, честно, нет. Потому что, я думаю, знаешь, что, когда мне вот самое главное трудиться, работать, да? Никаких изменений таких не произошло. Я как хожу на пробы, так и хожу. Утверждаю, подтверждаю, это все такое дело случая. Наверное, что-то поменяется, когда я, когда выйдет фильм в широкий прокат. Это будет в сентябре. И, наверное, тогда будет другая история, да? Конечно, мне хочется выбирать проект. Ну, я тебе честно говорю. А не, ну, потому что надо, да? Потому что я говорю, да, грубо говоря, очередь в сдалон. Мне бы, конечно, хотелось бы. Здесь вот я хочу сниматься, здесь я не хочу сниматься. Вот. Но посмотрим. И у нас эфир подходит к концу. И последний вопрос от газеты «Сегодня». Что еще надеетесь воплотить в театре и на экране? Хотелось бы. Что? В театре, я давно не работаю в театре, с 13-го года. Я просто поняла, что это совершенно две разные профессии, театр и кино. И мне тяжело. То есть каждый день, каждый раз выходите по-новому, говорите, я тебя люблю, я тебя ненавижу. Но как бы сидит 200-300 человек, я как-то нет. А в кино вот один съемочный день, 12 часов смены. Тебе завтра это не нужно повторять. И, типа, у меня есть такая философия, типа, это честно, да? Но это тоже моя правда. Конечно, это моя правда. Вот. И в театре у меня... Ну, если театр случится опять в моей жизни, то это случится само собой. Я не буду прикладывать никаких усилий. В кино всегда, я отвечу опять уже про любовь. Спасибо вам, всего доброго. Мы желаем вам всяческих успехов, не только творческих, но и во всех сферах вашей жизни. Это был проект «Культурная линия» на радио «Болтком». Вопросы от журналистов медиаклуба «Формат А3» и провели эфир Ольга Авдевич, Наталья Захариат. С нами на связи была российская актриса Ольга Озыл-Лапеня, лауреат премии «Золотой орел» за лучшую женскую роль в лучшем фильме 2020 года. Всего вам доброго. Всего вам доброго. До свидания. Спасибо.